И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас ролик пойдёт на тему сегодняшних обновлений. У нас в игре произошли определённые изменения в балансе игры. Также коснулись обновления именно-таки в какой-то части устройств, овердрайвов. Ну и всё это, конечно же, сводится к тому, что баланс немножечко поменялся. Сегодня обо всём по порядку, расскажу какие-то интересные моменты, потестируем вместе с вами Диктатор. Ещё недавно, ребят, данный конкурс... Давайте тогда уже сразу пикаться, я пока тут свою речь завершу. Ещё недавно, ребят, Диктатор сделали, мягко говоря, печальным, просто вот печальным овердрайвом, да. И я был, честно говоря, доволен тем, что Диктатор не так сильно нагибал, не было тех моментов, как раньше, знаете, Диктатор стоит, ловит золотые ящики, и всё, ему, в принципе, больше ничего и не надо было. И в какой-то мере я был даже с этим согласен, то, что Диктатор такой стал более-менее корпус, не так много игроков стало его использовать. Но разработчики игры решили сделать немножечко по-другому. Они поняли свою ошибку, они поняли, что Диктатор стал ненагибающим корпусом, увидели, что по статистике игроки переместились на Харьки, на Васпики, на Викинги. Кстати, забегая немножечко вперёд, овердрайв Викинга не занерфили, да, занерфили и Харька, и Васпа, но Викинга не тронули. Это очень, кстати, здраво, как по мне, ну и с какой-то стороны вообще странно, почему трогают Харька Васпа, но не трогают тогда Викинга. Ну а что касаемо Диктатора, то это просто, ребят, ну забейте. Мне сейчас кажется, что это просто лучший овер, который можно было только сделать. И понятное дело, что это тупое привлечение игроков на перемещение на данный корпус, да. Все начнут сейчас играть с Диктаторами, я не знаю, будут ловить голды, будут стоять, будут атаковать, я не знаю, что они будут делать, да. Но когда овердрайв вот так вот просто морозит противника, ну я не знаю, ребят, ну я вот серьёзно не знаю, насколько надо быть в здравом уме, чтобы сделать такое. Ну то есть, ты просто едешь на Диктаторе увозить флаг, да, мы сейчас спикнемся ещё в захват флага, я надеюсь, что мы здесь эту катку быстро выиграем. Просто прожимаете овердрайв, прожимаете себе на арку, прожимаете тиммейтом на арку, и все тиммейты, которые стоят рядом при всём этом раскладе, ещё получают плюс 50% к овердрайву. Вы просто вдумайтесь, насколько крутое это использование вообще овердрайва. Притом, данное, именно таки, данный овердрайв, он копится очень быстро, вот серьёзно, просто. Вы видите, я только ушёл на респ, у меня уже 75%. Условно говоря, у Викинга овердрайв намного дольше копится. Что касаемо Харька, что касаемо Васпика, там немножечко поменялся там определённый баланс по овердрайвам, да, Харька начали нерфить, ну, там, в принципе, к этому всё и шло, Харёк реально нагибал, поэтому, ну, там, как бы, вопросов нету. А что касаемо Васпа, то там был, можно сказать, такой один хитренький, можно сказать, его баг, баг, наверное, баг будет более правильное слово к данному овердрайву. И за счёт, вообще, данного бага на Васпе можно было очень комфортно играть, можно было большое количество овердрайвов прожимать, и большое количество, тем самым, танков сливать. Ну, сейчас данную функцию пофиксили, теперь на Васпике не получится, условно говоря, за минуту прожимать по 2, а то и даже 3 овердрайва, если вы, ну, шарите, о чём я говорю, то есть, раньше, до сегодняшнего дня, вы могли на Васпике подъехать, например, к какому-нибудь танку, остаться на 0 хп, в этот момент прожать овердрайв, и вас он сольёт, и когда вы вернётесь на Респ, ну, у вас, условно говоря, там собьётся где-то, ну, процентов 15, может быть, овердрайва, пока вы респанётесь, поедете на вражескую базу, у вас будет уже новый овердрайв. И таким образом вы можете просто, условно говоря, себе на постоянных овердрайвах катать, если вот вы подъезжаете на минимальном количестве здоровья, хоп, прожимаете бомбочку, уходите на Респ. Ну, и сейчас данный, можно сказать, данная недоработка уже пофикшена, теперь так уже делать нельзя, кто-то этим пользовался, кто-то не знал этих, вообще, моментов, но я уж рассказал, уже рассказал, так, как есть, так есть, короче. Ну, а что касаемо Диктатора, ну, ребят, ну, вы видите сами всё, да, это, безусловно, тот корпус, на котором я буду играть лично, лично я, сто процентов, да, советую вам его, конечно же, конечно же, я не буду говорить, что он там не имбовый, что он не нагибает, ну, вы сами всё видите, да, я просто не понимаю, зачем делать, да, эту вот эту вот имбу, которая вот просто там овердрайв, прожал, нарку дал, противника заморозил, овердрайв ещё раздал союзникам, дал им ещё по оверке, то есть, если у вас в команде, условно говоря, будет хотя бы один Диктатор, то вы сами понимаете, что это будет только и только на пользу. Условно говоря, Диктатор может просто заехать на вражескую базу, поставить, ну, вернее, никак не поставить, просто прожать овердрайв, заморозить противника, ваши тиммейты увезут флаг, плюс ко всему этому вы раздали им нарочку, они довольны, вы довольны, нагибаете, просто простецки, да, я не призываю, ребят, всех использовать онли Диктаторы, да, это тоже как бы глупо, но чтобы в команде у вас, например, вы играете с своими друзьями, да, в пати, условно говоря, на одно пати достаточно взять одного Диктатора и спокойнейшим образом, за счёт данного любимейшего и интересного корпуса, просто вытягивать каточки. Что касаемо, ребят, пушек, то там примерный баланс поменялся в лучшую сторону, за исключением некоторых пушек, там даже не то, что пушек, а я бы сказал, наверное, устройство, это было бы более правильно. Устройство на молот пофикшены, я, если честно, с этим полностью согласен. Интересно мне вообще было увидеть то, что не пофиксили мои любимые устройства, да, не пофиксили опять на Страйкер, не пофиксили ни на Жигу, да, Жига у нас, к слову, сейчас нормальная имба такая, добренькая, но на ней мало кто играет, поэтому я думаю, что из-за этого-то и не замечают, может, либо считают, что раз не играет большое количество игроков, то значит, нормально. Ну, в общем и целом, порадовал меня именно-таки фикс данных устройств на молот, дуплетик стал менее нагибать, потому что, ну, простые устройства. Понятное дело, что если оно простое, если на нем легко играть, оно не должно так жестко там нагибать, то что, условно говоря, ты просто подъехал, быстренько пробельчик зажал, два выстрела вылетело, и если у тебя нет ДА-шки, значит, ты слился, да. То есть, ну, это справедливо. Что касаемо других пушек, то там примерно по чуть-чуть перезарядочку уменьшили почти у всех пушек, там, за исключением парочки, там, не трогали, если я не ошибаюсь, страйкеры, грома, а так, по большей части, там, по полсекунды, где-то даже секунды именно-таки на шафте, кстати, если бы у меня был бы шафт на основе, то я бы, наверное, сегодня бы показал данный видеоролик именно-таки с шафтом, потому что мне интересно, что произошло с данной пушкой, потому что перезарядка на одну секунду меньше, я считаю, что это довольно-таки много. Это довольно-таки много во всех смыслах данного слова и во всех тех реалиях, которые сейчас у нас происходят в игре, то я считаю, что это довольно-таки здраво. Сейчас я, ребят, обновлюсь, у нас суперигра, конечно же, и быстренько продолжим. Обожаю я, ребят, свою любимейшую игру именно-таки за такие моменты, когда ты просто выходишь с катки, ты не можешь пикнуться сходу в новую, ну, что поделать, это у нас супер матчмейкинг, супер крит-ошибки, которые, в принципе, на него вообще никогда не влияли, и, по сути, не влияют, что нам сложно, мы же простые люди взяли, обновились, ничего страшного в этом же нету. Но вот интересная каточка, нам попадается бойничка, бойничка, давайте попробуем как-нибудь интересно уже поиграть, попробовать использовать наш Диктатор, потому что, по сути, по всем тем обновлениям, которые у нас сегодня произошли, я уже рассказал, единственная пушка, которую я сегодня не затронул, это Магнум, но о нем говорить я не имею вообще, ну, как бы, не имею никакого огромного желания рассказывать что-то про данную пушку, как по мне, она сейчас целиком и полностью убита, она явно не в том балансе, в котором должна быть, чтобы на ней нагибать, поэтому даже те, там, минимальные какие-то изменения, которые происходят, даже там какие-то устройства, если не ошибаюсь, пофиксили, я не вижу смысла, там, что-либо рассказывать, изменения чересчур маленькие, поэтому там явно никакого плюса и никакого нагиба не будет с данной пушкой, там, условно говоря, какие-то, там, 0,3 секунды, ну, что они там повлияют? Ни на что они не повлияют, поэтому данную пушку мы просто обходим стороной, а вот диктатор нужно сейчас просто реализовать и показать вам, насколько круто его можно использовать, потому что я считаю, что именно в данном режиме, в захвате флага, его можно отлично использовать, но я смотрю, что наши противники стоят вообще АФК, кто-то возле стеночек, типичный матчмейкинг, я вижу, как ребята стараются, как они борются за данные, именно такие звезды, потому что у нас, к слову, сегодня стартовало еще интереснейшее дискуэнт, или как он там называется, короче, там какие-то супер-мега-крутейшие выходные там, где у нас добавили даже в матчмейкинге повышенное количество звезд, поэтому я вижу, что большое количество игроков стоит АФК, они явно зарабатывают звезды, у них все отличнейшим образом получается, ну а для всех тех ребят, которые реально не успели там добить звезды, я могу посоветовать быстренько попытаться их добить, потому что по 4 звезды за первое и второе место в победившей команде, если у вас имеется премиум аккаунт, то это по 8 звезд, это намного-таки проще, можно так сказать, в игре, в набивании звезд у вас будет все дело получаться, поэтому я считаю, что довольно-таки достойно, если вы еще там не добили звезды, если у вас там осталось там 500, вы, грубо говоря, в полтора раза быстрее сможете набить эти звезды, да, ну как-то так, я считаю, что это довольно-таки достойно, поэтому набивайте, набивайте, но что касаемо скидочек, я здесь как бы много говорить не буду, понятное дело, что скидки особо ни о чем, и нету особо смысла даже что-либо там говорить, 50% там, если не ошибаюсь, на ускорение, ой-ой-ой, дэлит нажал вместо нетрык, конечно, я как крабулик хотел быстренько полететь за голдом, но что-то заговорился и не на ту кнопку нажал, ну ладно, ничего, бывает, поэтому по скидкам тут, как всегда, надеемся, ждем и верим, то, что у нас будет скоро довольно-таки интересные скидочки, к слову, мое мнение по поводу данных скидок, скорее всего, скорее всего, после того, как вы видите, данный видеоролик уже вышло, а если не вышло, то знаете, что оно вот-вот-вот-вот-вот появится, поэтому тоже смотрите, переходите на канале, видосики всякие интересные бывают, бывают, появляются, ну, в последнее время, конечно, их очень-очень мало, больше, конечно, стримов, поэтому можете заглядывать и на стримы, если на них не приходите, но у нас в этом плане все довольно-таки неплохо получается, плюс еще всякие разные турнирчики играем, ну ладно, давайте сложим уже все разговоры в сторону, три минуты у нас до конца боя данного остается, давайте попытаемся хоть разочек грамотно использовать наш овердрайв, заехать в какую-то интересную зону, с которой можно было бы уже бы накидать по противнику, я смотрю, что там довольно-таки интересный персонаж заходит против, который решил тупо пострелять, я так понял, по мне, а у нас, к слову, где-то 5-6 противников сейчас уже находятся возле нашего флага, и было бы неплохо мне сейчас отдэпить его, попробую сейчас здесь в хоречку вести флаг, а я сделал ему очень красивенький такой моментик, просто прожал овердрайв, просто, легко и просто, да, мне не надо было даже ничего сделать, мне не надо даже смоку с заморозкой, мне не надо, мне не надо фриз использовать, я просто подъехал, я смотрю, он хочет увести флажочек, а я ему такой, о, привет, здоровочки, а я тебе овердрайв прожму, ты просто возьми и немножечко постой, афк, да, при том заморозка-то довольно-таки сильная, и если сравнивать ее со смокой, да, там, где кажется, что заморозки почти нету, и она сразу же отходит, то здесь довольно-таки сильная сразу, вот, как будто вы фризом почти полбаллона вдули, вот, примерно такая заморозка, поэтому я считаю, что довольно-таки печально, довольно-таки печально играть против данного диктатора, хорошо, что я пока что не вижу диктаторов против, и это меня очень-очень сильно радует, надеюсь, что я когда буду в следующем месяце начинать бить звезды, меня не будут там нагибать одни диктаторы в захвате флага, ну и все же я бы сказал, что данная карта, наверное, не особо подходит к данному режиму, ну и к данному использованию правильного овердрайва, поэтому здесь не особо так и много диктаторов, но мы оставим все это как бы слабым игрокам, мы постоим сейчас в дефе, я думаю, что где-нибудь вот здесь можно было бы перекантоваться и подождать как раз-таки овердрайв, а потом залететь к противнику на базу и попытаться что-нибудь дернуть, потому что, в принципе, времени у меня еще достаточно, дабы увести флажочек, но вот сейчас не совсем приятный был момент, но заморозку, да, заморозку если так чисто проверять, то довольно-таки сильное, довольно-таки сильное, я не знаю, ребят, чем они думали, когда они делали такой овердрайв на диктатора, ну как-то, 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 как-то очень странно, популяризировать диктатор в наше время, что вы вообще, ребят, думаете по этому поводу? Вы катали на диктаторе, катали против диктаторов, что вы думаете, какое ваше мнение, правильно ли сделали разработчики, что сейчас апнули диктатора, Или же вы считаете, что это все шляпа И по большей части не нужно было Такой вот ерундой заниматься Ну, как по мне, очень странное движение Просто очень странное Да, я понимаю, об этом добавить Ну не знаю, что можно было бы Добавить диктатору, ну уж точно не заморозку Ну ребят, ну даже пусть лучше будет горение Пусть будет горение там Танку после овердрайва Ну уж точно не заморозку Ну куда? Ну будет пару грамотных диктаторов, которые будут стоять На более хороших картах И что вы будете делать? Вы будете просто стоять и думать, блин, какой же сука диктатор Который просто взял Меня остановил и я ничего не смог сделать Но объективно это так и будет Поэтому сегодня только первый день Пока еще никто ничего не понял Ну а я вам уже могу с уверенностью сказать Что сейчас в катках, в матчмейкинге Диктаторов появится намного-таки, намного-таки больше И все начнут понимать, что Данный овердрайв Опять живет Опять появляется у нас любимейший Корпус диктатора на полях сражений И опять эти супер горбатые корпуса Начинают нагибать Вот такой вот ролик у нас сегодня получился Ребят, если вы его досмотрели до конца Вы, конечно же, красавцы Не подписаны на канал Обязательно не забывайте подписываться Нажимать на колокольчик И прожимать вообще лайкосик на стримчик Ой, какой говорю стримчик На видосик Ну и на стримчик тоже можно присоединяться В 10 пмск, они у нас, к слову, проходят Всем спасибо, ребят, за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok